Ребята, привет! Катя на связи. Ну что, пришла пора подвести итоги последней недели августа. Забегая вперёд, могу сказать, что последняя неделя августа у меня вышла какая-то ленивая. Видно, я уже всеми мыслями, всеми фибрами души была нацелена на сентябрь, и все мысли было о сентябрьских планах, что как-то августовские планы позабылись и сошли на нет. Но давайте всё по порядку. Итак, фокус на неделю. На последнюю неделю августа состоял в разворотах на сентябрь, и как вы видите, квадратик закрашен, и вы даже уже видели все эти странички у меня на канале. Всё постепенно заполняется, 30 дел на месяц тоже заполнены, и я сегодня, кстати, закрашу уже два пункта. А вот оставшиеся два фокуса так и оказались и не выполнены. Это Coding Fruit, так и я не начала свой второй YouTube-канал, и доска желаний. Всё так же пылится, стоит у меня возле стены и ждёт своего часа. Теперь пойдём по нефокусным задачам. Юпитер. Три с половиной видео из семи запланированных, ровно половина. Обзор августа я себе засчитала половинку, так как видео я снимала в воскресенье, но монтировала уже в сентябре. Но в воскресенье, хоть это и было первое сентября, но у меня недельный разворот с понедельника по воскресенье, потому половинка съёмки засчитывается всё-таки на эту неделю. Всё остальное так и не дошли руки, семидневки, две, все снимала уже в сентябре, а отзыв на 22-ю привычку так пока всё ещё и пылится в планах. Другое. Здесь из семи задач удалось выполнить только три. Пятёрка в Таврическом. Кстати, надо вам показать медаль. Вот она медалька. Будет отдельный мини-видео-влог с этого забега. В этот раз мне не очень понравилась чёрная ленточка, она оказалась какая-то траурная. Но и забег прошёл, конечно же, не по плану, не так, как мне хотелось. Если вы уже смотрели мои сентябрьские развороты, либо обзоры за август, вы знаете, что Todoist полностью вернулся. Теперь я все свои задачи трекаю не в маленьком блокнотике, а в приложении на телефоне, на макбуке, либо на планшете. Всё остальное осталось девственным. Не дошли у меня руки ни до хакеринга, даже до лабиринтов. Ни одного лабиринта не прорешала, подкасты не слушала и Три Хаус тоже не открывала, так как всеми мыслями была уже в сентябре. Грустно, но ничего. В сентябре я уже, наверное, начала исправляться. Теперь переходим к моему нововведению. Это была первая неделя, когда я использовала расписание. Как это расписание составлялось? В воскресенье, накануне старта недели, я села и распланировалась я всю неделю, кроме субботу. С понедельника по пятницу, все будние дни, во сколько я буду просыпаться, затем чем я буду заниматься. За основу взяла школьное-университетское расписание, когда определенные предметы привязаны к дню и времени. Так я и у себя решила выделить, когда я занимаюсь английским, гречесиком, когда я занимаюсь одним YouTube-каналом, когда я занимаюсь вторым YouTube-каналом, когда я ухожу на пробежку, выхожу на работу, прихожу с работы и чему посвящаю свой вечер. Это был изначальный план, который я засытапила себе в воскресенье. Нижнюю строчку я оставила себе под оценку, на сколько процентов мне удалось придерживаться нарисованного здесь плана. И как вы видите, первые два дня все шло суперски, 90-80%. Я себе с собой заранее договорила, что 75% это будет успех. Так что первые два дня были выполнены на отличное, а сбой произошел в среду. Когда я планировала этот план в воскресенье, я не учла, что после вечерней стадионной тренировки, во-первых, тяжело сразу же уснуть, и потому 10.30 спать это было очень оптимистично. Обычно я все еще заряжена на подъеме и могу лечься в кровать только в 11.00-11.30. А в 11.00-11.30 тяжело встать в 6.00. В 6.30, потому что после стадионной работы требуется все-таки полноценный 8 часов сна, чтобы восстановиться. И поэтому среда пошла полностью под откос. Проснулась я только в 7.30, не успела заняться английским, вместо Coding Fruit второго канала монтировала видео, даже уже не помню какое для основного канала, и все поехало. И так, я бы сказала, по диагонали. В четверг я еще меньше, придерживалась плану в пятницу, совсем его запросила, и в воскресенье даже ничего не нарисовала. То есть, можно сказать, что полный фейл. Но от самой идеи я не отказалась. Заглядывая вперед, как вы можете увидеть, у меня на сентябрьскую первую неделю точно такой же уже план. Но я сделала работу над ошибками. Основное ключевое изменение, которое я внесла, я перестала планировать неделю в воскресенье. Как показала практика, невозможно во взрослой жизни придерживаться школьного-университетского расписания. Возможно, только так у меня. Но у меня любое событие имеет вероятность 50 на 50 быть отменено. Казалось бы, стадион четко привязан в вторник и четверг. Но тренер может заболеть. Об этом сообщить тебе только в понедельник вечером, и, соответственно, вторник уже идет не по расписанию. И я поняла, что моя жизнь требует гибкости. Я не могу придерживаться жесткого расписания. Но и второй пункт, который я заметила, что как только я начинаю ломаться, начинаю выполнять не по плану, у меня, видно, какой-то триггер внутри срабатывает. И внутри меня вот человечек и мозг, не знаю, обезьянка, кто там живет, решаешь, ну раз мы сломались, то все остальное тоже можно ломать. То есть уже не важно, уже результат не важен. Мы же уже начали выполнять не по плану. Зачем придерживаться план? Поэтому мне очень важно, как показала практика, все-таки придерживаться плана, чтобы не полетело все под откос, но при этом план должен быть гибкий. И со следующей недели, с первой недели сентября, от того, как я сейчас живу, я начала придерживаться гибкого плана. И план я в драфтовую версию набрасываю накануне вечером. Утром я ее корректирую. И в течение дня тоже, возможно, какие-то корректировки. То есть я ее сразу сюда не заношу. Она первоначально живет у меня на листке бумаги. И только вечером я уже потом как хронометраж записываю, что конкретно я выполняла. Посмотрим, как это будет работать в будущем. Вот и все. Что касается последней недели августа. Как вы уже поняли, успехов не очень много. Из такого важного, то, что я для себя отметила, это эксперимент с расписанием. Хоть и не прижился в первоначальном эскизе, как я его видела, зато он продолжает жить в чуть-чуть измененном формате. И мне очень нравится сама идея. Посмотрим, как она будет дальше эволюционировать. Ну и самое главное, то, что последняя неделя августа подготовила меня к первому сентября. Мне удалось не только закончить развороты на сентябрь, сформулировать и решить, какие 30 дел я буду выполнять в сентябре, но и зарядиться энергией и быстро-быстро побежать. Поскольку последняя неделя августа была очень медленно, и не было никаких выполненных задач, я, наверное, так аккумулировала силы. И потому решила с первого сентября разогнаться. И точно уже за сентябрь все выполнили. На сегодня все. Я убежала, как всегда, спасать мир. Не скучайте. Пока-пока.